Здравствуйте, в эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Оксана Никонова, исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Призанской области. Здравствуйте, Оксана Александровна. Здравствуйте. Вот за пять прошедших месяцев можно ли подвести какую-то статистику по вашей работе, по цифркам? Да, конечно. За пять месяцев 2014 года на исполнении службы находилось более 158 тысяч исполнительных документов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это более 20 тысяч больше, чем в прошлом году. То есть должники у нас увеличиваются. Если их разбить по категориям, то, наверное, самая большая категория должников – это неуплата штрафов по линии ГИБДД, то есть нарушение дорожного движения. Это самая большая категория. Также большое количество должников за неуплату жилищно-коммунального хозяйства, то есть долги по кварплате. И они, к сожалению, тоже увеличиваются по сравнению с прошлым годом. Также значительно увеличилась такая категория, как имущественный налог, налог на землю, транспортный налог. Эта категория тоже с 6 тысяч до 12 сейчас выросла. И вот, наверное, это самые основные категории. Ну и, естественно, алименты. Как всегда. Эта категория осталась на уровне прошлого года. У нас порядка 8 тысяч исполнительных документов на исполнение. Меньше, чем в прошлом году, кредитов. Вот, значит, меньше кредитов. И, наверное, в принципе, вот вкратце, наверное, все. Вот вы уже сказали, что как бы основная эта тема прошлого вопроса в чем была, да? Возросло количество в определенных направлениях задолженников. Вот по вашему мнению, с чем это вообще связано? Людей стало больше жить или люди стали меньше получать? Наверное, люди больше стали нарушать, может быть. Может быть, не всеми структурами надлежащим образом ввелась своя работа, что сейчас только в исковом порядке стали предъявлять к должникам требования и, соответственно, направлять на исполнение службы приставов. Ну, вот сейчас у вас идет месячник по алиментам. Какие работы вы ведете и что сейчас уже на сегодняшний день можете рассказать нам? Месячник по алиментам мы проводим, как всегда, в преддверии Дня защиты детей. Поэтому меры все, наверное, набор их стандартен. Мы арестовываем имущество у должников, вручаем им направление в Центр занятости, трудоустраиваются, гасят задолженность, ограничиваем право выезда за пределы Российской Федерации, привлекаем к административной ответственности, к уголовной. Если в цифрах, то вот за две недели месячника возбуждено 32 уголовных дела, 4 из них женщины, привлечены по 157 статье за неуплату алиментов, более 500 должников ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день уже, наверное, где-то 1400 вручено направление в Центр занятости, и 300 из них только за период месячника. Трудоустроились должники. По исполнительным производствам, такой категории, где дети уже достигли совершеннолетия, 24 производства окончены фактическим исполнением. То есть у них оставалась небольшая задолженность, и они ее погасили. Ну вот такие меры. Вот вы сказали, что меры пресечения в виде ограничения выезда за границу. Вот сейчас, собственно, наступает период отпусков. Вот какие работы вы ведете, как ведете переговоры, я не знаю, или какие-то отправляете ограничения уже, то есть люди на таможне узнают, что им запрещено выезжать. Как? Ограничение права выезда – это одна из мер принудительного исполнения, и она сейчас более конкретизирована. То есть мы ограничиваем должников на основании судебных решений, если в отношениях есть судебные решения, и сумма долга по совокупности составляет более 10 тысяч рублей. Это, как правило, тот же имущественный налог, это те же алименты, это те же кредиты, коммунальные платежи, в общем, все, что на основании судебных решений. По судебным приставам готовится постановление, формируется соответствующий реестр в погранслужбу и отправляется каждый понедельник месяца. По каждому понедельнику уходят такие реестры. Естественно, в преддверии сезона отпусков мы более активней, наверное, применяем эту меру. Но сказать, что для кого-то, наверное, сюрприз на границе, да, такие случаи были в прошлом году. В этом году, к счастью должников, таких сюрпризов им не преподносили еще пока. Все стараются оплатить задолженность до того, как вылетают, всегда уточняют. К тому же у нас на сайте есть банк данных исполнительных производств, в котором можно посмотреть себя в качестве должника. Опять же, когда заходишь на этот банк данных исполнительных производств, ты видишь себя в качестве должника, тебе тут же предлагаются варианты оплаты. То есть можно сразу оплатить и проинформировать также в электронном виде служба приставов, что все оплачено, прикрепить электронную квитанцию, исполнительное производство будет окончено. Ну, собственно, лето, оно уже настало, оно уже во все идет, набирает обороты. А службе, я так понимаю, придется поработать в поте лица, скажем так, да, судя по жаре. Ну, вот какие работы планируется проводить? Может быть, какие-то акции? Мы планируем сейчас совместные акции в течение июня с налоговой службой. Опять же, по уплате всех имущественных налогов. По этому вопросу уже проведено совместное совещание, согласованы все планы. На постах ТПС будут проведены соответствующие рейды совместно с тремя службами, это ГИБДД налоговая и служба судебных приставов, на предмет того, чтобы разъяснительно работать должникам или к физическим лицам по вопросу уплаты имущественного налога, также алиментов и всех соответствующих долгов. По сравнению с прошлыми годами, вы говорите о взаимодействии с другими органами, в том числе и ОМВД. Вот по сравнению с прошлым годом, например, увеличилось количество мероприятий, проводимых вами вместе? Да, конечно, увеличилось. Постоянные рейдовые мероприятия на постоянной основе с службы ГИБДД оно в течение года постоянно функционирует. Теперь вот еще привлекаем налоговую службу к этому же. Ну, пока больше пенсионный фонд, совместные мероприятия были в первом квартале и также планируем на последующий, то есть на летний период. Если можно, то можно ли какие-то суммы сейчас, на сегодняшний день озвучить по алиментам? Задолженность в среднем по Рязанской области, вся задолженность по алиментам, которая есть сейчас на исполнении в службе приставов, она составляет 503 миллиона. То есть вот у нас 8 тысяч должников, все в целом, они должны своим детям более 500 миллионов рублей за должность. И какие-то меры принудительного воздействия сейчас все-таки практикуются? Ну вот, которые я уже выше и называла, то есть все те же меры, они будут также привлекаться, потому что они имеют свое определенное воздействие, опять же, тоже административной ответственности или уголовное. Когда уже понимают, что в отношении них будет возбуждено уголовное дело, кто-то платит за должность. Если это социальная личность, то там, естественно, все это останется на том уровне, пока он не будет трудоустроен. Ну, кто-то гасит за должность. По ограничениям права выезда вот три должника платили за должность именно по алиментам, и поехали отдыхать. Спокойной душой. Да. Вот я помню, года три назад на Площади Победы была акция, я лично тогда со съемочной группой, да, стояла доска, оплатя алименты, там кто-то обидные слова писал про алименты. Вот подобные мероприятия будут проводиться в управлении? Нет, пока не планировались. Вообще интересная задумка. Ну да, каждый высказал свое пожелание, мнение, все, что он думает по поводу этого. Да. Расскажите, пожалуйста, Оксана Александровна, о новом виде наказания в виде обязательных работ. Как они реализуются на практике? Как это выглядит? Обязательные работы, они вступили в законную силу в 2013 году. Наверное, не очень активно они применялись и судом в 2013 году, но наибольший оборот они набрали в 2014 году. У нас уже таких должников более 500. Если вкратце, то должник, не уплатив штраф, судебный штраф, судебный пристав составляет по части 1 статьи 20.25 административного протокол и направляет его на рассмотрение в суд. Суд принимает решение, не удваивая штраф, понимая, что должник не оплатит его, как он первый не оплатил, так и второй. Как меру наказания он применяет обязательные работы. Допустим, 20 часов. У нас, как и управление, заключены соответствующие соглашения с каждым муниципальным образованием Рязанской области, где четко прописаны и установлены виды этих обязательных работ. Кто-то, допустим, если это район, например, возьмем Собожковский, Сараевский, где-то кто коню, кто дворник, кто-то там санитарка в больнице или еще кто-то. Когда назначаются такие обязательные работы, должник в свое свободное от работы время, то есть после того, как он отработал, там, где он трудится непосредственно, он отрабатывает эти 20 часов, по 2 часа, по 4 часа выходной и, соответственно, таким образом гасит свое наказание. Ну, Оксана Александровна, работы у вас еще очень много на лето, в управлении некогда будет передохнуть и отдохнуть. Я вам желаю успехов. Спасибо. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Оксана Никонова была у нас в гостях, но это была программа «Семь минут». Ведите себя хорошо. Всего вам самого доброго. Семь минуты